Я назову тебя Понго. Понго, ты такой красивый, хороший мальчик, да? Да, сгоню. Все началось с сороковых, когда английская писательница Доди Смит получает в подарок шикарного долматинца, которого она называет Понго. У нее в голове зарождается идея написать рассказ о псе, который стал детективом. Но Доди откладывает эту идею в долгий ящик. Но все же в какой-то момент ящик был открыт, и мы получили... Три дня и две ночи я гнался за тобой. Грязный Джо, а ты прыткий, малый. Что тебе к мне нужно? Чтоб ты знал, я не пальцем деланный могу за себя постоять. На счет три. Раз. Позволь мне вручить тебе. Шиться в лоб. Ну уж нет, малой. Два. Дебетовую карту от Тинькофф Банка с уникальным дизайном от Лайзи Сквер с повышенным кэшбэком. Так ты представитель Тинькофф Банка? Что ж ты сразу-то не сказал? А пора бы уже запомнить, что мы доставляем и оформляем карты в любое место и время без посещения офисов банка. 1% кэшбэка с любых покупок по карте. До 15% кэшбэка на выбранные категории, которые можно выбирать каждый месяц. До 20% за покупку билетов на концерты и кино через приложение Тинькофф. Плюс возвращается до 30% кэшбэка за любые другие покупки по предложениям партнеров. И все это не балами, а рублями. До 5% годовых на счет. Это все замечательно, но если ты не забыл, мы на Диком Заболе! Здесь принимают только наличку! Ну ты и балбес! Мы же можем снять деньгу в абсолютно любом банкомате мира без комиссии. Переводить бесплатно с карты на карту. Просто по номеру телефона или номеру карты в любой банк. А это что? Правда уникальный дизайн от Лэйзи Сквер с романтичными восьмидесятами? И ты тоже знаешь про Тинькофф Банк? Конечно! Я участвую в акции «Вернется все!» Я оплачиваю карты покупки на любую сумму до 31 августа. А каждое десятое число месяца вплоть до сентября Тинькофф будет выбирать 10 победителей, которым возместят до ста процентов трат за месяц. Вот это вы меня озадачили. А что делать-то надо? Оформить заявку на карту до 25 августа по ссылке в описании, что ты уже успешно сделала. Поздравляю! Кстати, приветствую! Перед тем, как написать всемирно известное произведение «Стоя один далматинец», которое разошлось на миллионы копий и уймы экранизаций, Доди Смит пыталась стать успешной театральной актрисой, работала в мебельном магазине и написала пьесы, которые приходилось продавать очень дешево, чтобы хотя бы заплатить за квартиру. Доди мечтала о карьере театральной актрисы с детства. Уже в 9 лет она написала полноценную 40-страничную пьесу. К 14 годам она вместе с матерью переехала из городка Уайлдфилд жить в Лондон. Доди начала проникаться атмосферой Туманного Альбиона, но идиллия длилась недолго. Мама умерла, когда Доди было 18. И вместе с подругой наша героиня снимает небольшую квартиру в центре столицы и поступает в Королевскую Академию Драматических Искусств. Сегодня это одна из самых престижных школ актерского мастерства в Англии, где, собственно, она и начинает свою карьеру. Продлилась она недолго. Несмотря на мечты быть во главе сцены и блистать во всей красе, Смит постоянно оказывалась на задворках сцены и в какой-то момент поняла, что не создана для того, чтобы быть актрисой. Она сама говорила, что была неуклюжей и неформатной девушкой для того, чтобы играть в театре. В театре все девушки были будто королевы, вокруг которых толпились мужчины и улыбались им. А я в то время была маленькая и неуклюжая девчонка, которую не хотели бы гонять будто из жалости. Она находит работу в одном из мебельных магазинов и параллельно возвращается к еще одной творческой амбиции своего детства – драматургии. Доди написала и адаптировала десятки текстов и постепенно ее стали замечать театральные продюсеры. Среди них и те, с которыми Доди до этого работала как актриса. Смит быстро стала ведущим драматургом Уэст-Энда, заработала достаточно денег и вышла замуж. Ну и тут друзья Дарьки и Далматинца, которого она называет Понга. Ну здравствуй, Понга! Доди влюбилась в этого очаровательного песика. И спустя какое-то время она завела вторую собаку и назвала ее Дамкой. И в итоге у ее питомцев было аж 15 щенят, а Понга стал главным другом и вдохновителем на протяжении всей ее жизни. Правда? Правда. В один прекрасный день подруга Смита, актриса Джойс Кеннеди, пришла на чай и, глядя на собачек, в какой-то момент выдала... О, из них получилась бы неплохая шубка. Понга, не переживай, это всего лишь шутка. Но все-таки шутка вышла из-под контроля. Ящик идей был вновь открыт, и Доди осенила, и всего за 7 недель наша героиня написала 200-страничный рассказ, стоя один далматинец, и получила от издателя аванс 100 фунтов. И к Рождеству 1956 года книга наконец-то выходит в свет. Интересно, что во время работы над книгой Доди надеялась, что студия Дисней сделает из ее произведения фильм. Но она бы никогда не подумала, что за год уютное детское произведение о похищении собак коварной стервелой де Виль станет бестселлером и уже в 1957 году попадет в руки Уолта Диснея, который, прочитав книгу, быстро понимает, что ее нужно экранизировать. Он лично приезжает в Англию на встречу с Доди в надежде познакомиться с ней и ее далматинцами. Но, к его сожалению, на тот момент все питомцы Смит уже умерли, и Уолт расстроился, что не смог с ними увидеться. Купив права на адаптацию книги за 25 тысяч долларов, сейчас это 225 тысяч долларов, Уолт возвращается в Голливуд и начинает усердную работу над мультфильмом. Желание Доди сбылось, и она смогла увидеть на экране своего любимца Понга и других оживших героев своей книги. 101 Далматинец В тот период сам Уолт Дисней был очень занят другими большими проектами студии. Например, открытие первых Диснейлендов или производство многочисленных ТВ-программ. Именно поэтому он передал практически всю работу над далматинцами своим подчиненным. Дисней поручил Биллу Питту, писателю и иллюстратору, самостоятельно адаптировать книгу Смит. Пит шел ножом по книге крайне аккуратно. Пит оставил все самое необходимое и закончил работу над адаптацией за пару месяцев, став первым на тот момент человеком, который в одиночестве работал над сценарием фильма для Уолт Дисней. После этого он принялся за работу над стерибордами, экскизами ключевых сцен. Интересно то, что обычно их готовят порядка 15 художников. Но как раз таки из-за финансовых проблем и страхов все легло на плечи одного лишь Бита. В 1959 году на экран вышла «Спящая красавица». Несмотря на то, что этот диснеевский мультфильм сегодня считается культовым, он провалился в прокате. После этого появились слухи о том, что департамент анимации Дисней могут закрыть. Уолт и сотрудники не могли этого позволить, так как студия создавалась специально для производства мультфильмов. Все это повлияло на работу над далматинцами. Перед аниматорами поставили задачу удешевить производство картины и при этом сделать ее качественнее предыдущих. Дисней использовал на тот момент совершенно новую технологию Xerox, которая сейчас используется в обычных офисных сканерах. Сцену рисовали как обычно, затем копировальный аппарат делал снимок рисунка и переносил изображение на пластину, которая была погружена в тонер и дублировалась в прозрачную ячейку, куда наносились чернила. Этот процесс был дешевле, быстрее и проще. Количество сотрудников в отделе сократилось с 500 до 100. Когда Уолта познакомились с новым стилем, он был очень расстроен и недоволен. Дисней был за традиционную анимацию, но, к его сожалению, перед компанией стоял выбор либо Xerox, либо банкротство. Это были те времена, когда студия жестко экономила на кадрах и многие фазы движения персонажей кочевали из одного мультфильма в другой. Многие ожидали провал, но по счастливому стечению обстоятельств зрители влюбились в этот мультфильм, в том числе и я. Может потому, что Дисней в кои-то веки дал что-то новое поклонникам студии. Это был первый анимационный фильм Мышиного дома, сюжет которого разворачивается в настоящее время. Авторы делают ставку на реализм. Никаких песен, принцесс, чудовищ и прекрасных принцев. Команда режиссеров, в которую вошли Вольфганг Райтерман, Хэмильтон Ласки и Клайд Джероними, создали строгий, приземленный и в каких-то моментах аскетичный мультфильм, который потрясающе передавал дух Англии 50-х. Аниматоры посещали Англию и собирали многочисленные референсы архитектуры, стили одежды, атмосферы города тех времен. Также реалистичности придали одному из главных и самых интересных персонажей в истории Диснея Круэлле де Виль, в нашем переводе Стеравелле. Злодейки в предыдущих мультфильмах студии в основном были колдуньями и ведьмами. Круэлла же не владела никакими магическими способностями, а просто изображалась эксцентричной криминальной Дивой. В фильме Круэллу решили сделать громко вездесущей, дабы прибавить персонажу красок. В итоге получилось одно из ярчайших воплощений злодея в мультипликации. Анимационную Стеравеллу запаковали в роскошные меха. Из ее сигареты струится зеленый клуб и дыма. Она истерична, эпатажна и бесповоротно одинока. Аниматор Марк Дэвис, главный создатель Круэллы, заявлял, что это собирательный образ. Черты характера персонажа в основном заимствованы среди экстравагантных актрис того периода. Например, утолула Бэнкхэд, американская дива золотого Голливуда, которая была известна своей беспорядочной половой жизнью и которая боролась с алкоголизмом и куривала около 120 сигарет в день. Дэвису пришлось проделать большую работу, так как в самой книге было недостаточной информации о характере Круэллы. Круэлла Доди Смит больше пугала своей невозмутимостью. Она не показывала эмоций на людях и выражала сверхъестественное спокойствие. Все, что она ела, было щедро приправлено перцем, даже мороженое. Она была исключена из школы за питье чернил, носила меха даже в жару, хвасталась, что у нее самый громкий автомобильный гудок в Лондоне и вышла замуж за богатого меховщика. Очевидно, не по любви. Смит высмеивала эпатажных светских львиц своего времени, а авторы мультфильма гипертрофировали этот образ до максимума. И оттого получился настоящий гимн культу потребления. И создатели ясно давали нам понять, что живодерство это плохо. Но 101 Далматинец пленил и другим. Здесь были милейшие животные, отличная музыка, саксофоны 60-х, потрясающие иступительные титры, да и сама анимация получилась крайне органичной. Метод ксерокса помог выработать стиль и подчеркнуть строгие дизайны Англии 50-х. Спокойствие выражается с помощью бежевых тону, грусть с помощью синих, опасность красных. Правда, некоторые моменты выдают стремление авторов сэкономить на производстве фильма. Так, например, данный кадр, где Стервела вынюхивает собак на парковке, повторяется 3 или 4 раза. И это только один из примеров. В мультфильмах Диснея 60-х часто встречаются одинаковые кадры и движения персонажей. Но стоит понимать, что это не лень диснеистов, а экономия, которая помогла студии выжить в те времена. В подобных сценах и вовсе приходилось применять хитрости. Для кадров, где машина Кройла буксует и выезжает из оврага, была сделана бумажная модель автомобиля. И, по сути, фигурку машины подснимали вручную. Обычный зритель этого вряд ли заметит. 101 Далматинец был и остается одним из моих любимых мультфильмов. Именно поэтому я скажу ему Yes. При бюджете 4 миллиона долларов мультфильм собирает более 85. Для тех лет это были сумасшедшие деньги, которые помогли студии выбраться из трясины. И в 62-м году работа получает награду от Британской киноакадемии в категории лучший мультфильм. Отныне образ Далматинцев прочно стал ассоциироваться с диснеевским произведением и, в принципе, никто не был против. Продажи оригинальной книги, как и другого бестселлера Доди Смит «Я захватываю замок» резко подскочили. С проката Далматинцев она также получала проценты вплоть до конца жизни. Сам мультфильм Доди понравился. Она была недовольна лишь тем, что ее имя во время вступительных титров было напечатано слишком маленьким шрифтом. В 67-м Доди издает сиквел Далматинцев «Звездный лай». И эта книга получилась очень странной. Дело в том, что сюжет уже был очень далек от реалистичности. Одним прекрасным днем все собаки мира обнаруживают, что остальные существа на Земле спят беспробудным сном. А сами собаки внезапно получили возможность летать по воздуху и общаться с помощью телекинеза. Управление Британии переходит к младшей дочери Понга и главные герои пытаются вернуть привычный порядок вещей. Изначально собачки думают, что во всем виновата Круэлла. Они отправляются к ней домой, чтобы убить ее раз и навсегда. И оказывается, что она с мужем также спит беспробудным сном. К моменту сиквела она променяла меха на синтетический пластик и выглядела крайне несчастной. Это довольно экстравагантная сатирическая фэнтези, которая не всем пришлось по вкусу. Даже Дисней отказался выкупать права, да и со временем об этом странном произведении многие забыли. Но сиквел все же состоялся всего каких-то сорок лет спустя. Приключения Патча в Лондоне. Это один из сиквелов оригинальных хитов Диснея для девяти. Такие дешевые низкопробные продолжения фильмов называют чипквелами. Главный герой у нас здесь песик Патч, который хочет подружиться со своим кумиром цирковым псом Громобоем. В это время Круэлла выходит из тюрьмы и ее новой целью становится создание болотен из меха Далматинца. Окей, перед нами длинная серия мультсериала, которая не несет абсолютно никакой смысловой нагрузки. Персонажи стали вычурно-мультяшные, а сама Круэлла превратилась в кривляющуюся бестию для дошкольников. И этот мультфильм и последующий мультсериал, а это коммерческие топтания на наследие Доди Смит. Свои последние года Доди вместе с мужем провели в тихом уединении загородного коттеджа в Англии. Доди завела нового Далматинца Чарли, который был ее верным спутником. Сама же Доди умерла в 1990 году в Англии в возрасте 94 лет. Стоя один далматинец. Фильм. Еще в 90-х студия Дисней задумывалась о лайф-экшн-ремейках своих хитов. Рискнуть решили на экранизации далматинцев, как раз потому, что реализация замысла не требовала сумасшедших костюмов, спецэффектов или музыкальных номеров. Идеальный претендент для пробы пера. Студия отваливает на экранизацию 75 миллионов долларов. А куратором ленты был назначен Джон Хьюз, создатель клуба «Завтрак», выходной день Ферриса Бюллера и трилогии «Один дома». Хьюз не только не испугался сделать ремейк всеми любимого мультфильма, но и обрадовался этому вызову. Проект довольно быстро обрел звездный актерский состав. Джеб Дэниелс, Хью Лори, Мистер Уизли и, разумеется, Глен Клоуз, которая изначально не хотела играть в экранизации. Также на эту роль прочили и Кэти Мориарти и Сигурни Уивер. Однако, оскароносный дизайнер Энтони Пауэлл все же смог уговорить Клоуз, мотивируя это тем, что она не будет простой клишированной злодейкой. В картине она сможет оторваться на полную катушку и примерить дюжину нарядов. Я спросил Клен, как она собирается играть этого персонажа и она сказала, что не узнает, пока не наденет одежду, париком и кинешь. Пауэлл фактически помог сформировать персонажа с нуля. В мультфильме Круэлла ходила в одном и том же наряде из-за того, что экономили на анимации, в то время как в книге злодейка каждый раз появлялась в разных костюмах. Именно поэтому перед создателем фильма стояла задача отойти от каноничного образа и, мне кажется, фокус сработал. В итоге восемь костюмов героини с замысловатыми и диковинными аксессуарами сами по себе являются произведениями искусства. Но актеры были не такой большой проблемой, нежели собаки. В киноиндустрии есть шуточное правило. Никогда не пиши фильм, где есть дети или животные, потому что работа и с теми, и другими требует невероятного упорства, сил и нервов. Возможно, именно поэтому для съемочной команды фильма была задача именно нормально работать с животными и приучить собак, кошек и прочую живность. Большая часть времени на этапе пре-продакшена была отдана подготовке и тренировке долматинцев. Пять месяцев самой настоящей экзекуции. Перед тренером долматинцев стояла непростая задача найти 99 щенков в возрасте около 8 недель. Если для анимационного фильма 61 года рисовали ограниченное количество собак, а потом просто копировали их и выставляли на задний план, то в фильме все как раз наоборот. Создателям пришлось задействовать немного больше, чем стоя одну собаку. В съемках участвовало около 20 взрослых животных и 230 щенков. Все это по причине того, что щенята вырастали очень быстро. Они работали на съемочной площадке всего 2 недели и потом их заменяли. Обычно съемочный день длится очень долго, в среднем 12 часов, а то и больше. Но собаки способны интенсивно работать только до 4 часов, после чего они начинают нервничать и уставать. Пародюсерам точно пришлось попотеть, составляя расписание съемок. Таким образом, два соседствующих кадра в фильме могли сниматься с перерывом в несколько дней. Хотя для некоторых трюков все же пришлось использовать аниматронных животных. А в некоторых сценах собачки были и вовсе компьютерные. Это удивительно, но полнометражная лента умудряется быть более детским и наивным произведением, нежели оригинальный мультфильм. Про книгу я вообще молчу. Мне кажется, это в первую очередь связано с тем, что актеры играют так, что происходящее похоже на ожившую карикатуру. Круэлла Гленн Клоус будто сбежал из ранних работ Тима Бертона. На месте коварные речи, злодейский смех, артистичные костюмы и в какой-то момент начинаешь чувствовать, что она самую малость перебарщивает. Ну вот, самую малость. Она то и дело срывается на крик и шокирует своим поведением. За эту роль актриса даже получила номинацию на золотой глобус. Круэлла отличается от оригинального персонажа тем, что она не просто старая школьная подруга Аниты, а ее босс и владелица очень стильного модного дома Девиль. Разумеется, по канону у нее будет и заикающийся помощник, и идиоты подручные. Можете не сомневаться, здешние Хоррис и Джаспер сбежали прямиком из один дома. В финальном акте злодеям досталось не меньше, чем в диалоге о Кевине Макалистере. Тут прям весь классический арсенал. И укусы за жопу и падение на льду и замороженный Хоррис. Авторы намеренно сделали из долматинцев крайне шумное кино с обилием кривляющихся рож и орущим оркестром на заднем плане. Даже знакомство Аниты и Роджера превращается в целую экшн-сцену, в которой нет абсолютно никакого смысла. Понга видит Пэдди на другой стороне улицы и внезапно начинается сумасшедшая сцена погони через торговые центры и парки, хотя расстояние между собаками и их хозяевами не такое большое. В целом, карикатурный подход создателей имеет место быть. Но экранизация долматинцев растеряла весь свой английский шарм и по факту получилось слишком голливудское и гротескное кино. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Картина выглядит дорого, чувствуется, какая феноменальная работа с животными проделана, нисколько всего пришлось пережить актерам ради удачных кадров. Так, например, актеру Джеффу Дэниелсу терли лицо сырыми стейками, чтобы заставить Чинков лизать его по сигналу. И дублей было много. Очень много. Стоит отметить мудрое решение создателей сделать животных немыми. Потому что говорящие морды в 96-м выглядели бы кринжово. Отдельно стоит похвалить создателей, что ни одно животное во время съемок не пострадало. На площадке постоянно дежурила бригада ветеринаров. В общем, 101 Далматинец 1996-го года это дорогой и старательно снятый образец голливудского конвейера. От боссов сверху пришла команда «Сделайте детское кино как в один дом только с животными». Но они и сделали. Доди Смит не была бы в восторге от этой экранизации, но это не значит, что фильм не имеет права на существование. И я откажу картине «Мэйби». Критики и зрители принимают картину сносно, но собирают фильм 320 миллионов долларов. Для ленты с бюджетом 75 миллионов это хороший результат. Джон Хьюз в свою очередь заработал на этом фильме больше денег, чем на любом другом своей карьере, потому что его контракт принес ему часть прибыли от мерчендайза. А продукции было более чем достаточно. Дошло и до странного угловатого мультсериала, где Круэлла в конец превратилась в ходячую низклепистую карикатуру. Однако проект аж год продержался в эфире и закончился в 1998-м. Далматинцы воскресли из пепла и это позволило студии несколько лет спустя задуматься о сиквеле. 102 Далматинца Сиквел был снят по самостоятельному сценарию и к произведению Смит не имел абсолютно никакого отношения. Режиссер первой картины был не против снова участвовать, но в итоге график работы на другой студии подвел, его заменили на режиссера Кевина Лиму, который до этого уже работал с Клоус из студии Дисней над Тарзаном. Но была одна проблема, что Лима до этого режиссировала одни мультики. Джон Хьюз предпочел не вписываться в продолжение, как и Джек Дэниелс и Хью Лори. Поэтому пришлось импровизировать и выдумывать новых персонажей, судебного эксперта Хлою, содержателя собачьего приюта Кевина. Сюжет выстроен вокруг выросшего сына Понга, хвостика, у которого, разумеется, уже свои дети. Хорреса и Джаспера также выкинулись в повестпование, заменив его угарным модельером Лепельтом в исполнении Жерар Депардье. Сиквел стоил уже 85 миллионов долларов. Для сцен с животными вновь тратили уйму времени на дрессировку, а над внешним видом собачки-диковинки трудились десятки специалистов по компьютерной графике. Они закрашивали пятна у щеночка. От сюжета веет очаровательной отбитостью. Некий доктор Павлов извлечивает Круэллу от одержимости далматинцами своей шоковой терапией. Она исправляется и выходит на волю творить добро, но в один прекрасный день Круэлла оказывается рядом с Биг Беном. Она слышит его звон и ее начинает нехило так колбасить. На этот раз наша отбитая хочет сделать пятнистое манто с капюшон. Вместе с шизанутым дворецким и Депардье они крадут щенков и сюжет скатывается до классического набора гэгов, когда собачки смешно дают по заднице злодеям. И о любовной линии не забываем. Очень странной любовной линии. Кстати, вскоре после релиза картины актеры Юан Гриффит и Элис Эвенс поженились за правду. А вообще, ввиду отсутствия первоисточника авторы пустились в разнос. Фильм бесповоротно превратили в карикатурный трэш для детей. И это настолько плохо, что даже хорошо. Блин, это фильм, где собаки из Круэллы сделали огромный торт со свечками. Чего вы еще хотите? Морали? Ну вот хороший вопрос. По сути, авторы фильма пытаются нам сказать, что люди не меняются. И если ты поехавший, то никакое лечение тебя не спасет. Ты останешься поехавший на веки вечные. Звучит не очень позитивно для детского фильма, но плевать. Глен Клоус на этот раз зажигает пуще прежнего и превращает все в самый настоящий трэшак. Как и герой Депардье, который настолько нелеп и неуклюж, что по-своему прекрасен. Персонажи просто купаются своей поехавшей сущности. За один пятнистый Лондон можно поклопать создателей по плечу и сказать снисходительное мэйби. Но это только на случай, если вы хотите преисполниться сорущей Глен Клоус. Разумеется, такой подход был очень сомнительным. Зрительский рейтинг оказался невысок, как и сборы сиквела составили уже всего 183 миллиона долларов. Так что, увы и ах, триквел не состоялся. Зато состоялось ранее упомянутое DVD-продолжение, которое называется Чипквелом. И плюс игры разной степени паршивости. Некоторые из них полные бусора. Круэлла еще возвращалась на малые экраны в сериале Однажды в сказке. Интерпретация, ну прям очень больная. Шутка шуткой, но здесь Круэлла владела даром за кинеза, управление разумом животных. В детстве она отравила отца и двух отчимов веткой жасмина, загибнотизировала собак, чтобы они убили ее мать, а затем сшила воротник из этих зверей. А черные пряди появились после того, как на них попали чернила. Далее завязывается союз с Малефисентой и Урсулой, и Круэлла теряет магические силы. Перед нами такой интересный злодейский междусобойщик, который имеет мало сходств с оригинальным произведением. Во сути, это такой сериальный фанфик. Справедливости ради стоит заметить, что визуально образ канонический и Виктория Смёрфилд отлично смотрится в этой роли. А время идет. План студии Дисней по производству лайф-экшн-ремейков реанимировали с запуском Алисы Стране чудес Тима Бёртона в 2010 году. И в какой-то момент стало понятно, что новая интерпретация далматинцев была неизбежна. Клен Клоус до сих пор вспоминает о Круэлле с теплотой и даже не так давно сделала косплей на саму себя. И более того, она вызвалась стать одним из ведущих продюсеров новой экранизации романа Доди Су. В итоге, к 2020 году проект уже окончательно сформировался в небезызвестную Круэллу. Круэлла. Идея создания Круэлла лежала на поверхности. В современном мире многие нуждаются в свежем прочтении культовых историй, как и антигероев, аудитория нынче очень любит. Ведь всегда интересно посмотреть на неоднозначного персонажа, который не относит себя ни к светлой, ни к темной стороне силы. Казалось бы, успех у Круэллы в кармане. Шокирующая своим поведением главная героиня, обилие костюмов, музыки и Англия 60-х и 70-х. За сумасшедшие 100 миллионов долларов Дисней снял эту картину, в которой омолодили саму Круэллу, взяв на главную роль Эму Сто. Крэга Гиллиспи, создателя Тони против всех с Марго Робби. В плея сценаристов оказались и авторы фаворитки «Девичника в Вегасе» и «Дьявол носит Прадо». В общем, Дисней нацелился на серьезную работу. 70-е годы в Лондоне сами по себе стали переходным периодом с культурной точки зрения. С рождения панк-рока, множество субкультур, завоевывание музыкальных арен и политическая нестабильность. И именно поэтому перед создателями Круэллы стояла задача восполнить этот пробел и воспроизвести эту атмосферу. Главными звездами фильма стали наряды. Художник по костюмам Дженни Биван, обладательница двух Оскаров, заявляла, что несмотря на ее огромный опыт и успехи в индустрии, Круэлла была ее самым ответственным проектом, ведь у персонажа уже была репутация модной дивы. Мода в этом фильме является главным оружием Круэллы в ее борьбе против баронессы фэшн-индустрии. В фильме у Круэллы 47 нарядов, и каждый из них должен был отражать ту или иную черту характера персонажа. Для этого Дженни посещала все возможные дома моды и ретро-магазины Лондона, Лос-Анджелеса, Парижа, Милана и выводила по 10 чемоданов одежды из каждой локации для примерки Сэммой Стоун. В стиле Эстелла вначале прослеживается влияние панка. Ее стиль провокационный, но постепенно он становится изысканным. Для авторов было важно, чтобы основными цветами Круэллы были черный, белый, серый и красный. Продакшн-дизайнер Фиона Кромби работала над 96 декорациями, но с учетом всех изменений их число выросло аж до 130. Сам Гиллоспи хотел как можно больше натурных съемок. Например, в фильме показан настоящий фасад дома мода Либерти, но интерьер был воссоздан благодаря 3D-сканированию помещения и воспроизведен в павильоне. Собачий актерский состав включал в себя несколько питомцев. Но для большинства сцен таковы нынче правила в Голливуде. Кстати, в отличие от своего анимационного и книжного прототипа, здесь Круэлла не причинила вреда ни одному животному. И в этом кроется, возможно, самая большая проблема фильма. Авторы сделали героиню слишком правильной, слишком инфантильной, слишком киношной. По сути, перед нами история становления девушки, написанная по самой классической схеме из грязи в князь. Ну, она крадет кошелечки, странно одевается, смотрите, у нас антигерой. А чтобы Круэлла казалась просто божьим одуванчиком, на ее фоне авторы подсовывают нам антагонистку Баронессу, главу модного дома, который просто нарциссичный дьявол воплоти. Далее спойлеры. Баронесса и чужие идеи забирает себе и своих детей приказывает убивать. Сценаристы выставили ее главным оплотом зла, но более спорным кажется то, что Баронесса не просто наглая, лживая зараза, а еще и мать Круэллы, из-за чего противостояние этих двух героинь превращается в личную вендетту. То есть Круэлла особенная и талантливая не просто потому, что она долго шла к своей мечте и набивала шишки, чтобы стать по-настоящему гениальным модельером. Нет, она всего-навсего дочь другой гениальной модельерши. Мечты мечтами, дикишки, но гены решают. Из-за всего этого история позаимственная у Доди Смит как-то слишком усложняется. И Роджер оказывается бывший адвокат баронессы. И чернокожая Анита принимала участие в кознях Круэллы и даже по сути была знакома с Хоросом и Джаспером. И собачек Круэлла оказывается любит, просто людям проще навесить ярлык на несчастную девушку, да и меха нашу героиня не интересует. И собачек она самолично подарила Аните Роджеру. Это все слишком прилизанно и слишком логично. Такого большого количества но. Авторы пытались заигрывать с поклонниками оригинального произведения, но получилось странно. Но стоит заметить, что если со сценарием и перемудрили, то на экране все это выглядит все равно шикарно. Все ждали, что фильм будет чертовски стильным, красивым и эпатажным. Так и случилось. Эмма Стон блистает и от баронессы Эммы Томпсон взгляд отвести невозможно. От фильма прям прет эстетика и этого можно как и любить, так и ненавидеть. Фильм сделан по шаблонам. Довольно правильным шаблоном, который способен вызвать у зрителя эмоции. Потрясающе сочная яркая постановка, которая впечатляет вплоть до финальных титров. Да и чё, признаться, я просто люблю Эмма Стон. Другой актуальный вопрос, одобрила бы Доди Смит данную экранизацию? Безусловно, она бы одобрила образ юной Круэллы Эстеллы, которая во многом перекликается с нравом самой Доди. Она бы одобрила, что Эстелла спасается от неизвестности и проблем, уверена в себе и готова идти на пролом. Так же, как и Доди, в раннем возрасте она переезжает из провинциального городка в Лондон, так же рано теряет свою мать и остаётся совершенно одна. Параллели очень яркие, за что создателям стоит пожать руку. Но одобрила бы Доди остальные изменения канона. Очень сомнительно. В итоге Круэллу Диснеевцы даже сигареты с мундштуком лишили. Говорят, это связано с негласным правилом студии не показывать героев сигаретами. Запрет ввели в конце 60-х, когда сам Уол Дисней умер от рака лёгких. Однако, это не мешало Диснеевцам изображать Круэллу сигаретой в прошлых экранизациях. Это касается даже мультипликационного сиквела. Но сейчас мы за всё хорошее против всего плохого. А вот не всегда. Костюмы для кино и телевидения часто становятся настолько культовыми, что быстро выходят за рамки фильма и попадают в индустрию моды. Тем не менее, дизайнеры костюмов, многие из которых женщины, редко получают признание за их творчество и огромный труд, который они вкладывают в каждый фильм, где костюмы играют важнейшую роль. Как пример, Дисней выпустили в продажу коллекцию одежды из фильма, но вот только сообщать об этом создательнице оригинальных костюмов студия не стала. Художница Женя Биван, работавшая на киноленте, заявила, что Дисней выпустила линейку втайне от нее, поэтому и дополнительного гонорара ей не выплатили. Я просто была в ужасе. Особенность Круэлла в том, что это фильм о двух модельерах, которые чуть ли не воюют за моду, и выпускать линейку одежды, не сказав мне это самое настоящее неуважение. И эта ситуация подтолкнула ряд других костюмеров, в том числе гильдию художников по костюмам, к публичному заявлению о несправедливости. Даже несмотря на то, что это риск для их собственной карьеры. Очень хочется верить, что конфликты будут разрешены. А то уж слишком неприятный шлейф оставляет за собой Круэлла. Картина собрала почти 200 миллионов долларов и показала отличные результаты на Дисней Плюс. Поэтому Сиквел уже официально ушел в работу. Хотя и забавно, что по итогу у нас ни канонического живодерства, ни желания сделать шубу и щенят, ни любви к мехам, ни сигареты с мундштуком. Таковы современные реалии. Но далматинцев ждет большое будущее. И это лишь подчеркивает, насколько универсальную и обворожительную историю придумала Доди Смит. Казалось бы, это было просто и лаконично. Но талант, упорство и настоящая и искренняя любовь к животным позволила создать нечто большее, чем обычную детскую книжку. И думаю, в этом есть своя настоящая и неподдельная магия. Круэлла Деви, Круэлла Деви, уж лучше бы быть ей за тысячу миль, живых существ тирает взглядом в пыль. Круэлла, Круэлла Деви. Круто! Круэлла Деви. Круэлла Деви.